Приветствую всех на канале Аскорпион ТВ. Сегодня в обзоре монета регулярного чекана 3 марки 1911 года Вильгельма II. Это последний император Германской империи и король Пруссии 1888 по 1918 года. Я коротко расскажу о монете и ее стоимости на данный момент. Начну с характеристик. Монета чеканилась с 1908 по 1912 года, то есть на протяжении 5 лет. Из серебра 900 пробы, массой 16,67 грамма, диаметр 33 миллиметра. На гурте надпись. Год. Далее фигурное разделение. Мид. Еще раз фигурное разделение. Унс. Что в переводе означает «С нами Бог». У меня есть уже обзоры по данному номиналу. Это 3 марки 1913 года. Так называемая толпа. Кому будет интересно, ссылочку оставлю в описании под видео. Германская империя состояла из 20 мелких государств. Королев с Герцог. Но на Аверсе всегда изображался только герб Германской империи. А вот на Аверсе всегда изображала каждая из земель своего правителя. В данном случае здесь изображен император Федрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский. Он родился 27 января 1859 года в Берлинском дворце наследного принца. Он был старшим из 8 детей Федриха Вильгельма Прусского и принцессы Виктории Великобританской. Кстати, у меня есть обзор по 5 маркам 1876 года, где изображен его отец Вильгельм I. Кому будет интересно, ссылочку оставлю в описании под видео. Так вот, сам Вильгельм II приходился двоюродным братом британскому королю Георгу V. Отец Георга был родным братом матери Вильгельма, а также российской императрице Александре Федоровне. Это жена Николая II. Их матери также были родными сестрами. Во время правления Вильгельма германская колониальная империя приобрела новые территории в Китае и Тихом океане. Спорные внешнеполитические решения Вильгельма привели к обвинению иностранных оппонентов. И гарантии Германии военной поддержки Австро-Венгрии во время кризиса в июле 1914 года. Все помните, чем это закончилось? Первой мировой войной. Кульминацией стало свержение монархии и последующее отречение от престола уже в 1918 году. А далее уже образовалось новое государство Вермарская республика. По данному периоду у меня есть тоже большое количество различных обзоров по монетам. Кому будет интересно, ссылки оставлю в описании. Я держу в руках три марки 1911 года. Обратите внимание, год чеканки. Так вот, в данном годе тираж составляет 3 241 710 штук. Это сравнительно небольшой тираж. Для примера я хочу вам показать скриншот всех тиражей данного выпуска. И монета в таком сохране на сегодняшний день стартует порядка от 27 долларов. Естественно, в зависимости от состояния. Если же состояние немного лучше, то стоимость будет выше. Ну и соответственно наоборот. Надеюсь, обзор был вам полезен. А если есть свое мнение относительно цены монеты, напишите об этом в комментариях. Но кому понравилось, обязательно поддержите лайком. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новый обзор. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok